Это «Разные» — совместный подкаст «Новой газеты» и издание «Гласное». Меня зовут Наталья Жданова. «Разные» — это проект о людях, чьи проблемы в российском обществе обычно не замечают или почти не замечают. О людях, которые становятся невидимыми для большинства и которые часто сами стараются молчать, потому что страшно. Страшно, что не поддержат, а наоборот осудят. И именно так часто и бывает. В первых двух выпусках мы рассказывали о трансгендерной женщине Крис и девушке Кате, живущей с ВИЧ. А сегодня слово Маше. В детстве она стала жертвой насилия со стороны собственного отца. И спустя годы молчания, рефлексии и терапии она решила рассказать свою историю. А еще стала помогать другим людям. Она активистка объединений «Ивредика». Это новосибирская феминистская инициатива против торговли людьми с целью сексуальной эксплуатации. Итак, история Маши. О том, как ее обожаемый отец превратился в монстры. И как ни один взрослый не заподозрил, что с ней происходит. Когда я родилась, папа попал в больницу с алкогольной интоксикацией. Он решил, что это лучший способ отпраздновать мое рождение. Пил он все мои детские годы, но меня это не сильно смущало. Я его очень любила, намного больше, чем маму, потому что он был классный в моем детстве. Прям с картиночки. О таком все мечтают. Когда я была маленькой, он постоянно что-то придумывал. Сказки, игры для нас двоих. Мог устроить фотосессию. Например, мы ездили по городу, и он фотографировал меня возле каждого фонтана. Мы ходили по лесам, по паркам, по водоемам. В общем, тогда он был идеальным отцом, если не считать того, что он беспробудно бухал. Точнее, сначала он это делал периодически. Но к моим семи годам уже перестал просыхать, напиваясь до состояния, когда не успевал дойти до туалета. Когда он совсем перестал приходить в себя, мама попросила его уйти. Они развелись. Он стал жить с бабушкой, своей мамой. По решению суда мы с отцом виделись только на выходных. И в это время всегда царила атмосфера «не говори маме». Нельзя было говорить маме, что он взял себе алкоголь. А мне, чтобы я молчала, какие-нибудь запрещенные вкусняшки, на которые у меня была аллергия. Нельзя было говорить, что он меня где-то оставил, а сам пошел тусить с друзьями. Он говорил нам с братом, что ради нас обязательно бросит пить. А потом я находила у него под подушкой бутылки алкоголя. Но тогда я его по-прежнему очень сильно любила. Он казался мне идеальным. Когда они развелись, я даже звонила на телефон доверия и спрашивала, что мне делать. Ведь я так хочу с ним остаться, а приходится жить с мамой. Первый раз все случилось, когда мы с папой поехали на Алтай. Мне было 10. Мы ехали вдвоем, должны были жить у его друга. И вначале все было очень здорово. Потому что я городской ребенок, дальше дача никуда не выезжала. А тут раз, и такое все новое. Я впервые ехала на ночном автобусе. Было очень темно, и звезды в небе. Безумно красиво. Я была под большим впечатлением и радовалась тому, как же все хорошо. Была ночь. Я устала, прислонилась к окну, чтобы поспать. И он сказал, ложись ко мне на колени. Я подумала, что это странно, потому что он в жизни так не делал. Но он начал настаивать. И я решила, почему нет? Это же папа. Так даже удобнее будет. Мягко и хорошо. Я легла. И он начал гладить меня по животу, по плечам, по ногам. Я подорвалась, села и больше не засыпала этой ночью. Хотя я не очень поняла, что произошло. У нас была православная семья. Мы всегда были с Господом. По воскресеньям ходили в церковь. Для меня это было частью нормы и радовало меня. Ну и само собой, в православной семье было ноль секс-просвета. Я вообще не знала ничего ни о границах, ни о том, какие прикосновения к каким частям тела ок, а какие не ок. Я сделала вид, что ничего не произошло. Мне представлялся прекрасный отдых с лошадьми, горами, подъемником и красивыми озерами. В итоге мы один раз поднялись на подъемнике, сходили на озеро и все. В остальное время папа пил со своим другом в квартире. В один из вечеров, когда мы сидели за столом все вместе, он сказал этому другу, что в автобусе я лежала на его члене. Во-первых, сейчас у меня большой вопрос к папиному другу. Почему он пропустил это мимо ушей? Во-вторых, в тот момент я решила, что я безумно грязна и что я нагрешила. Всю ночь я молилась Богу, чтобы он меня простил за такую оплошность. Но в целом отдых на Латай меня устраивал, потому что там был дом, был кот и еще были лошади, к которым я постоянно бегала. Когда мы приехали обратно, мне было очень стыдно, потому что отец напился и уснул в автобусе. Все уже вышли, а он лежал, и я еле пыталась его вытащить. Когда мама спросила, как все прошло, я сказала, что все хорошо, потому что ей мы ничего не говорим. А тот первый момент в автобусе, ну, было и было. Я замолила, и все прошло. Когда мне было 11, мама простыла, но простуда никак не проходила. Она начала ходить по врачам, и это все росло, росло, росло с лета. И только в декабре ее отправили на КТ и поставили онкологию. Когда мне сказали, что у мамы рак, я знала только, что это какая-то болезнь, от которой умирают старые люди. Мама легла в больницу. Мы с братом начали жить с бабушкой и дедушкой. Они нам толком ничего не объясняли, потому что им тоже было жутко страшно. Моя классная руководительница, узнав о болезни мамы, рассказала об этом всем в классе. И одноклассники, нам было по 11-12 лет, решили, что это очень страшно, и прекратили со мной общаться. Просто в какой-то момент я пришла в школу, и вместо того, чтобы, как обычно, посмеяться с подружками, услышала, а как мама? Возможно, с одноклассниками все бы наладилось, если бы я вела себя так, как раньше. Они бы поняли, что все в порядке, что так бывает. Но учителя очень сильно начали меня жалеть, при том, что на самом деле, вероятно, им было абсолютно плевать на меня. Они стали рисовать мне оценки. И вот это выделение меня из всех, какие-то привилегии, которые были мне не нужны, очень сильно отдалили меня от всех одноклассников и одноклассниц. Я оказалась в изоляции. Отец тем временем начал ходить к маме в больницу. Клялся ей вечной любви. Приходил к ней трезвой, красивой, с цветочками. Говорил, ну как же так? При живом отце дети живут с бабушкой и дедушкой. И мама подумала, что вроде все в порядке. Он даже не пьет. Надо ему жить с нами, и все будет хорошо. В первый месяц, когда мы начали жить с отцом, он не пил, держался. При этом он был довольно резкий, строгий. Его все бесило. Но я думала, что это по-прежнему мой папа. У нас с ним все хорошо, хоть он и какой-то не очень адекватный. Когда он выпил впервые за этот месяц, он пришел ко мне в комнату и мигом развеял все надежды относительно маминого состояния и диагноза, которые у меня успели появиться. Он сказал, что у нее лимфома. Четвертая стадия. Что у нее меньше 20% шансов выжить. И, скорее всего, она умрет. Доктора делают все, что в их силах, чтобы и сейчас ей стало легче. Но, вероятно, ее не станет. А кто в этом виноват? Спросил он. И следом сам ответил, что виновата я. Что если бы я заботилась о ней достаточно сильно, сказал папа, все было бы хорошо. В тот раз я заплакала. Следующие два года больше не плакала ни разу. У меня все чувства раз и выключились. Все началось, когда нам передали какие-то вещи для меня. Папа сказал мне их примерить, как будто это показ мод. Я надела платье. Оно было мне явно велико, но меня это не смущало. Мне 12 лет. У меня есть очень красивое платье. Все хорошо. Он сказал присесть к нему на диван. Я села. И он схватил меня двумя руками и прошутал мне в ухо, что я очень красивая, очень сексуальная и что у него на меня стоит. И начал меня лапать. Сначала за грудь, потом по животу. При этом сильно меня удерживал. Сначала я была в ступоре, а потом резко дернулась и ударила его локтем вместо перелома. У него была сломана рука, потому что как-то он напился и упал на улице. Перелом был со сложнениями. И прямо в это место я ему зарядила. Он меня толкнул. Я упала на пол. И когда встала, мне стало очень стыдно, что я сделала боль на отцу. У него же боль быстро сменилась на гнев. Он велел мне переодеваться дальше. Я машинально пошла, наделала белую блузку на молнии с воротником и вернулась к нему. Он сказал, что такие вещи нужно носить без лифчика, потому что так модно. Я сняла лифчик. Тогда он расстегнул мне блузку до живота, расправил края и сказал, что он мой отец, что мне не нужно его стесняться. И начал снова трогать меня, проводить линию от груди до живота, как будто разделывал кусок мяса, как будто это не его дочь стояла перед ним. В тот момент я просто отключилась. Я не помню, как пришла в комнату, что было дальше. В целом, все мои воспоминания о тех годах как бы вспышками. Со временем это стало учащаться. Он напивался, приходил ко мне в комнату, закрывал за собой дверь, и что-то происходило. Я отключалась. Очень хорошо помню узор обоев на стене. Я отводила взгляд, смотрела на стену и ничего не чувствовала. Меня там не было. Я не помню, что было в моем теле в те моменты. Все эти чувства начали проявляться позднее во флэшбеках. Я внезапно начала чувствовать все, что происходило тогда. Это было так больно, словно меня насилуют еще раз. Сначала это были грудь, живот, ноги. Потом он начал трогать гениталии. Его ничего не смущало. Прямой пенетрации не было, но он насиловал меня пальцами. Когда это впервые произошло, я даже внезапно вышла из отключки. Было адски больно и очень страшно. Произошло что-то новое, и я перестала быть куклой, и это двинулось. Поэтому начал делать это грубее. Потому что я внезапно оказалась живой. Он по-прежнему сильно пил. Мог выйти погулять с собакой, а потом мне звонила знакомая собачница. Говорила, тут Джек ваш бегает. Мой пес — это моя душа, это моя любовь. И я шла искать сначала собаку, потом отца, тащила его домой. Иногда это делал брат. Когда мама приезжала из больницы, ее отпускали примерно на неделю. Она спрашивала, как у нас тут дела, и я говорила, что все хорошо. Все вокруг, включая бабушку с дедушкой, твердили мне о том, что маму нужно беречь. А вот я и берегла. Зачем ей знать, что со мной происходит? У меня в голове не было мысли о том, что происходит что-то ненормальное. Мама болеет раком. Это грустно и тяжело. Папа пьет. Это тоже грустно и тяжело. Но то, что меня дома кто-то домогается, насилует, такого у меня в голове не было. Не было для этого слов. Я не понимала, что происходит. Я могла притащить его пьяного домой и тут же ответить кому-нибудь в чате, что у меня все хорошо. У меня резко упала успеваемость. Я вообще перестала учиться. На уроках меня не было. Я перестала общаться с людьми. В школе все случившееся со мной списывали на болезнь мамы. Никто не спрашивал, что вообще происходит у меня дома. Да и вряд ли я стала бы что-то рассказывать. Я не понимала, что происходит что-то плохое. В то же время я начала ездить в приют для бездомных животных и занималась там с псами, которые боялись жить, боялись всего на свете. Я садилась к ним в вольер и начинала с ними разговаривать. Это было очень терапевтично. Тогда ничего больше не могло бы мне дать такой эффект. Вот ты сидишь. У тебя над ухом рачит собака. Ты сидишь к ней спиной, чтобы она не боялась, и говоришь, я понимаю, что тебе страшно. Мне тоже очень страшно. Знаешь, иногда случаются такие события в жизни, и вот ты с ней говоришь, 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 и собака меняется, становится адекватной. Каким-то образом я выговаривалась так. Видела, что кто-то чувствует то же, что и я, что я в этом не одна. Приют был одной из главных вещей, которые помогли мне тогда не сойти с ума. Однажды у папы началось носовое кровотечение. Оно не останавливалось сутки, и его забрали в больницу. Прижигли ему капилляр, а он впал в кому. У него было две клинические смерти за два дня. Сказали, что это алкогольная кома, типа допился до такой степени. Если у тебя две клинические смерти за два дня, ты вообще-то не очень должен выжить, но он упорный и выжил. Я тогда не понимала, что я чувствую. У меня отец в больнице, а мне все равно. И пока папа лежал в больнице в коме, маму выписали с частичной ремиссии. У нее все хорошо, она жива. Мама вернулась домой. Мы ее с братом берегли и заботились, чтобы она снова не заболела. Потом вернулся домой папа. И началась жизнь нормальной семьи, за исключением того, что он по-прежнему приходил ко мне в комнату каждую ночь, закрывал дверь и... Я понимаю, что если бы хоть раз я закричала, то все бы закончилось тогда. Но как я могла, если там мама? Я пыталась быть тише, пыталась никак не выдавать того, что происходит, потому что понимала, что если она об этом узнает, то не переживет. Это будет для нее таким шоком, таким потрясением, что нужно молчать. На самом деле, все, что со мной тогда происходило, можно объяснить структурной диссоциацией личности. Она возникает во время травмы. Но тогда я этого не знала, а узнала только лет в пятнадцать или шестнадцать, когда начала читать умные книжки про травму и про то, как с ней справиться. К счастью, папа продержался без алкоголя всего месяц, а потом снова начал пить. И мама ему сказала, поезжай обратно к своей маме, хватит с нас. Он уехал. Периодически приходил к нам, оставался с ночевкой, но в эти моменты я старалась из дома уйти. Получается, в сумме это длилось около четырех лет. Полтора года беспрерывно, а в остальное время эпизодически. Прошло месяца два, после того, как он уехал к бабушке, и меня накрыло. Сначала у меня появились чувства. Но все, что я чувствовала, это грязь. Я как будто была вся в грязи и не могла от нее отмыться. Причем я ощущала себя грязной не только снаружи, но и внутри. Внезапно осознала все, что происходило, но у меня не было для этого слов. Я не знала, как это называется. Из слов было только лапал. И все. А в голове внезапно сопоставились два образа. Все, что он делал со мной. И хороший отец из моего детства. Я же не могу сказать про своего любящего папу, что он меня лапал. Это будет нечестно. Это будет неправильно. И вообще, у нас хорошая семья. У нас все в порядке. Я пошла гуглить. Набрала в поисковике. Мой отец меня лапает. Выпала порнуха. И я подумала, что это точно не то. Это не про меня. Это совсем не то, что нужно. Еще я была уверена, что я все это заслужила. Что я ужасный человек. Из-за меня чуть не умерла мама. И, конечно, я заслуживаю самого худшего. Я начала причинять себе боль. Ранила себя в самых незаметных местах, чтобы никто не увидел. Наверное, года два делала это так, чтобы никто ничего не знал. Наказывала себя просто за то, что существую. Состояние продолжало ухудшаться. Началось посттравматическое стрессовое расстройство. Его очень тяжелые проявления. Кошмары снились мне каждую ночь. Я не могла спать. А если засыпала, то просыпалась с криками. У меня были сонные параличи. Постоянная жуткая тревожность. Начались панические атаки. Я не могла спокойно учиться, потому что меня разрывало этой паникой. И потом у меня впервые случился флэшбэк. Флэшбэк — это когда ты вдруг чувствуешь все происходившее в травме, так, словно это происходит прямо сейчас. Однажды я ложилась спать и внезапно почувствовала, как в меня что-то входит. А потом увидела его перед кроватью. Я подумала, что сошла с ума. Что у меня галлюцинации, и мне пора ложиться в больницу. Я там буду всю жизнь жить в комнате с мягкими стенами. И вот тогда я поняла, что мне нужна помощь. Я написала своей подруге, в которой была уверена больше всех. И она очень хорошо отреагировала. Она ответила, что это действительно очень тяжело и очень страшно. Что он должен смотреть на себя в зеркало и блевать от себя. Она сказала, что будет рядом столько, сколько нужно, и готова помогать. Это было очень важно для меня. На какое-то время мне стало легче. Потому что я проговорила это, и это внезапно начало существовать. Долгое время по-прежнему мне было просто перманентно плохо. Я каждый день думала о том, как хочу умереть. Мне не очень повезло с психологами. И поэтому я в одиночку буквально сходила с ума. Переставая быть собой. Это, наверное, самое сложное восстановление после травмы. Когда ты отчаянно пытаешься вернуть прошлую себя, и у тебя не получается. Тебя больше нет. Ты где-то там. Ты умерла. Теперь есть другая ты, созданная его потом, его руками, его дыханием и запахом алкоголя. А той прежней тебя больше нет. И непонятно, как ее вернуть. Отчаянные попытки вернуть себя были неудачными. И эти неудачи очень сильно подкашивали. Казалось, что лучше не станет никогда. Мне повезло с моей копинг-стратегией. Если со мной происходит что-то, чего я не понимаю, я стараюсь в этом разобраться. Разбираюсь до тех пор, пока не пойму. Потому что мне очень не нравится чувствовать отсутствие контроля. И я начала искать про это все, что смогла найти. Тогда же, лет в 15, я поняла, что все мои симптомы не ограничиваются ПТСР. Они полностью сходятся с симптомами пограничного расстройства личности. Оказалось, что с ПТСР было еще реально справляться. А с пограничным было невозможно. Потому что я тоже, получается, кому-то причиняла боль. Вела себя токсично, абьюзивно. Давила любовью, манипулировала. Внезапно я поняла, что сама нарушаю границы людей. Потому что не знала другого отношения. В тот же момент я осознала себя лесбиянкой. Была такая девочка из православной семьи. И вот. Для меня это было непросто. Потому что я была вынуждена отказаться от Бога. И каким-то образом переписать свою историю без Него. Я спрашивала священников про блуд и целомудрие. И про то, что делать, если девушку изнасиловали. Мне отвечали. Она должна покаяться. Потому что есть девственность физическая, а есть духовная. Если она покается, то все будет хорошо. Я не понимала, почему я должна каяться. Так Бог благополучно ужел из моей жизни. Я ни разу не была в отношениях с парнями. Потому что жутко их боялась. Но у меня появился опыт отношений с девочками. Первые мои отношения закончились через две недели. Потому что у меня впервые случился флэшбэк при ком-то. И та девочка сказала, что я слишком сломана для отношений. В целом она была права. В какой-то момент я резко ограничила общение со всеми, кто был для меня важен. Осталась без людей рядом и начала чиниться. Делать все, что я могла сделать, чтобы починиться. И все начало постепенно налаживаться. Восстановление ощущалось как суперсила. Я, конечно, понимала, что к жизни, которая была до травмы, я никогда не вернусь. Это был мир, где меня еще не насиловал отец. И сейчас такого мира больше не будет. Но в какой-то момент я все-таки начала снова общаться с людьми, когда поняла, что все становится более-менее нормально. Я начала видеть в себе опору. Сегодня симптомы ПТСР проявляются только осенью и ранней зимой, когда все началось. Меня накрывает. И я снова возвращаюсь в тогда. Но с каждым годом мои чувства меняются. До этого я просто ненавидела папу. Считала, что он мудак и что лучше бы он сдох. А в этом году, в декабре, я внезапно осознала, что внутри меня есть ребенок, который его любит. Так начался период горевания. Я очень рада, что вместо обычных флэшбеков и кошмаров у меня была возможность прожить это горе. Горе утраты любящего отца. У людей все это не стыкуется. Насилуют же либо педофилы, либо маньяки. А тут отец. Раз насиловал отец, то, наверное, он был уродом и мудаком. Нет, в детстве он был хорошим отцом. Этого люди не понимают. И начинают задавать вопросы и выяснять, почему он так делал. А я не знаю. Я с ним связывалась после всего произошедшего один раз. По совету психологини. Я написала огромное сообщение в духе. «Наверное, этого ты не помнишь, но ты меня насиловал. Теперь у меня ашрамы, ПТСР, кошмары. Я не могу жить нормальной жизнью и никогда не буду. Я очень злюсь, что ты живешь, а я не могу жить. Я тебя ненавижу». И отправила ему. Он мне ничего не ответил. Но вскоре его мама, моя бабушка, с которых я была в очень хороших отношениях в детстве, позвонила мне и сказала, «Как это так? Ты сыночку моего любимого хочешь посадить в тюрьму?» Оказалось, что я алчная мразь и лицемерная сука. Тогда никаких постов нигде у меня еще не было. Эти заявления были основаны только на том, что я ему написала. Какого-то объяснения, раскаяния от этого человека я не жду, потому что он очень жалкий и трусливый. Твоя дочь пишет, ты меня домогался, а ты идешь к своей маме жаловаться. Около года назад я думала о том, чтобы подать заявление в полицию. Но потом спросила себя, для чего я это делаю? Готова ли я к тому, что моя жизнь полетит в тартарары на ближайшие годы из-за следствия и разбирательств? Я решила, что мотивация в духе «хочу, чтобы он понял, что сделал», сомнительная. Потому что я вряд ли смогу этой цели достичь, даже если он посидит лет 10 в тюрьме. Я не помню момента, когда рассказала маме о том, что делал отец. Помню только один разговор. Она тогда сказала, что это делал не мой отец, а тот монстр, которым он стал из алкоголя. Типа, это был не мой папа, а вообще другой человек. Мама была против любого рода заявлений. Не хотела, чтобы я что-то говорила и высовывалась этой темой. Тогда меня это очень задевало, но сейчас я понимаю, что при заявлениях такого рода ребенка могут изъять из семьи. Были скандалы, что не нужно их позорить. Просто ей было очень страшно. Сейчас мы об этом говорим нечасто. Вообще, мама у меня очень хорошая. Травма не определяет меня. И вместе с тем я ее не отрицаю. Но я также поняла, что если я не могу перестать говорить об этом, то нужно делать так, чтобы это было, во-первых, никому не в тягость, а во-вторых, полезно. Я начала писать посты. Сначала просто про ментальные расстройства, про ПТСР, про самоповреждения. Потом в моем инстаграме начали появляться посты с моей историей. У меня не крупный блог. Это просто личная страничка, на которой я в какой-то момент начала писать про случившееся со мной. Поэтому и пишут мне немного. Пишут обычно в личку. Другие пострадавшие, что с ними было похоже, и что они чувствуют то же самое. Никто не отвернулся от меня после публикации в блоге. Это ведь не преступление, предавать случившиеся огласки. Я ничего плохого не делаю. Говорили, что это тяжело читать, что мне нужно перестать в этом копаться, перестать это писать, потому что незачем ковыряться в этом. Но общаться не переставали. Но были люди, которые отошли от меня, когда прочли, что я лесбиянка. Сейчас я занимаюсь помощью людям, пострадавшим от сексуальной эксплуатации. И таких людей много. Первый раз девушка поделилась со мной своим схожим опытом, когда мне было 15. Это было в колледже. Она была из другой группы. Написала, что почитала мои посты, а я тогда не писала про себя. Постила переводы статей про насилие. И рассказала свою очень тяжелую историю. В этом вопросе бывает очень важно просто найти кого-нибудь, у кого есть подобный опыт. В большинстве случаев ко мне идут не за советом и не за тем, чтобы я что-то сделала или починила, а чтобы просто убедиться, что во всем этом аду человек не один. Больше всего преступлений в отношении детей в России совершаются в семье. Здесь же в семье или в ближайшем кругу знакомых дети чаще всего подвергаются сексуальному насилию. Большинство жертв – девочки, которые нечасто рассказывают о том, что пережили. А если и делают это, то уже когда сами становятся взрослыми. Разные – это совместные проекты здания «Гласная» и «Новая газета». О людях, которые не вписываются в рамки нынешнего российского общества, становясь невидимыми для большинства. Мы хотим, чтобы их услышали. Расскажите об этом подкасте своим друзьям и напишите нам отзыв. Так выпуски послушает гораздо больше людей. Историю Маши можно прочитать на сайтах «Новой газеты» и «Гласной». Ссылки есть в описании. Над выпуском работали Журналист – Маргарита Логинова. Композиторы – Алина Ануфриенко и Александр Глушков. Звукорежиссер – Федор Балашов. Диджитал-продюсер – Ирина Быкова. Авторы и продюсеры проекта – Юлия Счастливцева и Павел Коныгин. Ведущая – Наталья Жданова. Субтитры создавал DimaTorzok